Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен и сегодняшнее видео заставит вас более тщательным образом присматриваться к остаткам крупы в пакетике, а также более пристально наблюдать за застарелой колбасынкой. Тема, которая касается каждого, независимо от того, имеет ли этот каждый аквариум, муравьев или прочую живность. Мучные клещи сегодня у нас, которые отлично чувствуют себя как в крупных зернохранилищах, так и в маленьких банках с крупой. Этот клещ является хищником, поэтому берегите свои запасы зерна, муки, а также колбаски и сырков, яичные порошки, рыбную муку и много-много чего еще, чем способен питаться этот клещ. Несмотря на свои крохотные габариты, самка достигает 0,7 мм, она белая или же желтоватая, самцы раза в два меньше, они, как правило, дымчатые. Этот клещ способен наносить колоссальный урон. Я стал счастливым обладателем этого клеща, этого питомца, когда купил овсянку для своих муравьев. Первое время все было нормально, потом я стал замечать, что пыль странным образом начинает двигаться. Проверив первый пакет на наличие паразитов, вот вы сейчас вначале видели эти кадры, там в принципе ничего необычного, кроме обломков клещей. Второй пакет дал уже о себе знать, там прям клещи бегали, буйствовали и торжествовали. Клещ взрослый и мага имеет 4 пары конечностей, яйца овальной формы, белого цвета, не более 1,1 мм в длину. Личинки отличаются от взрослых особей круглым телом и имеют всего 3 пары конечностей. Этот клещ, эта крошечная члестоногая, причисляется к классу паукообразных. Он распространен по всему миру, в подстилках, в растительных кормах, в комбикормах и много-много-много еще где. Скорость передвижения мучного клеща порядка 10-12 см в час, как вы понимаете это очень мало и бегун из клеща никудышный. Несмотря на такую скорость, клещ обладает довольно неплохой выживаемостью. До 5 градусов личиночные формы нимфы и мага способны жить 2 недели, а яйца сохраняют жизнеспособность до полугода. При температуре выше 60 градусов погибают в течение 5 минут. Самым главным фактором, который влияет на комфортность проживания клещей является влажность. Оптимальная влажность для их развития это 80%, минимальный порог 60-65%. По поводу размножения, спустя сутки после трансформирования из нимфы во взрослую особь, клещи приступают к спариванию. Самка, превосходящая по габаритам самца, тащит за собой пятящегося назад ухажера. Весь процесс спаривания длится несколько часов, после чего оплодотворенная женская особь на третьи сутки дозирована по 3-4 штуки в день, разбрасывает яйца непосредственно на кормовой базе. В оптимальных условиях плодовитость самки может достигать 150 яиц, при неблагоприятных условиях их количество сокращается до 20 штук. Эмбриональное развитие длится всего 4 дня, вылупившаяся личинка отличается от имага количеством ног. Молодое поколение сразу же начинает поглощать жрачку. И на вторые сутки впадает неподвижное состояние, после чего линяют и преобразуется в нимфу. Эта стадия длится около недели, остаток которой особи также проводят в неподвижном состоянии. Затем у них лопается спина и появляется нимфа второго возраста. Чем опасны эти клещи в сельском хозяйстве, так это тем, что они начинают выедать зародыш. И в зернохранилищах, где поражено зерно клещами, потеря фуража может составлять 50%. И что еще интересно, это то, что зараженные мучным клещом продукты противопоказано употреблять не только людям, но и животным. Почему? Потому что процесс жизнедеятельности вредителей сопровождается развитием бактерий кишечной группы, выбросом токсических веществ, экскрементов, способных спровоцировать заболевания почек, желудочно-кишечного тракта, мучную чесотку, аллергические проявления. Определить в домашних условиях наличие клеща очень просто. Достаточно иметь всего лишь микроскоп и все. Но на самом деле можно и проще определить. Вы просто рассыпаете, к примеру, подозрительный продукт на столе и смотрите. Если он побежал в разные стороны, скорее всего здесь что-то не так. Скорее всего вам нужно будет к нему более тщательным образом присматриваться и наблюдать. Для того, чтобы избавиться от клещей, нужно, если еще недостаточно заражены ваши продукты, нужно их прокаливать в духовке, к примеру, просушивать тщательно. Либо же хорошо промораживать и постоянно проводить уборку, постоянно проводить дезинфекцию специальными средствами. Но опять-таки в большинстве случаев хватает только утилизации почечных продуктов и постоянной уборки, 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 уборки и уборки. На этом все. С вами был Аквамен. Пишите в комментариях, кто что об этом думает. Кто уже побежал рассматривать свои крупы, зерно и колбасоньку. Увидимся совсем скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok